Символ 2024 года, мифическое существо с телом змеи, на улицах Петербурга встречается чаще, чем можно предположить. В нашем обзоре расскажем о самых интересных огнедышащих стражах города. И начнем с драконов в саду Дружбы на Литейном проспекте. Стена девяти драконов в честь подарка к 300-летию северной столицы от Китая. Каждый огнедышащий выполнен из керамики и покрыт цветной глазурью. И у каждого есть свое имя и предназначение. Главный дракон находится по центру и, как считается, обозначает золотую середину Вселенной. Большинство драконов северной столицы гнездятся на фасадах зданий выше уровня глаз, и потому мы часто их не замечаем. Между тем, около одной из самых узнаваемых достопримечательностей города, около дома Зиндера, ружат аж восемь позолоченных кованых драконов с фонарями в зубах. А эти огнедышащие братья поселились точно по адресу, на Зверинской улице. Благодержатели «Крылатые драконы» украсили фасад дома в самом начале 20 века, в эпоху расцвета художественной ковки. Фигуры мифических существ были выполнены вручную, из шведского железа и в стиле французского ренессанса. Совсем недавно этих драконов отреставрировали, и правильно, ведь свой Новый год нужно встречать красиво. Может ли дракон быть домашним и дружелюбным? Жители дома 13 на Вербной улице уверенно вам ответят «может». Уже более 10 лет назад здесь во дворе приземлилась очаровательная дракониха. В ней вы без труда узнаете героиню известного мультфильма. Вес этой красавицы – 400 килограммов. Вся шкура изготовлена из металлических пластин и прутьев, а спина и хвост покрыты коваными чешуйками. При этом, по задумке авторов, дракониха олицетворяет собой женское начало. Именно поэтому она бережно держит в лапах ажурное яйцо – символ жизни, а также здоровья, богатства и удачи. Как приручить дракона? Хорошо знают и жители Васильевского острова. Своего громадного мифического питомца они, недолго думая, окрестили Васькой. Этот дракон о трех головах. Как и его предполагаемый прототип – змеи Горенович, знаменитый персонаж русского фольклора. Хотя изначально, когда Васька появился здесь в 80-х годах, мордочки у него было две. Огнедышащий не раз преображался, например, менял окрас вплоть до оранжевого цвета. Одно время пускал к себе в брюхо. Внутрь дракоши можно было пролезть через люк в туловище. Или же рискнув прямо через пасть. Местная легенда гласит, дракон прилетел сюда с благородной целью охранять жителей двора от неприятностей. Пусть Васька и дальше будет оберегать своих соседей. И, как и все его сородичи в городе, приносить счастье петербуржцам в новом году. Субтитры создавал DimaTorzok